Всем привет! Сегодня с вами протестируем тушь All Day Fresh Mascara. Называется в каталоге она неизменный черный. Вообще полное несовпадение наименований. Я уже как-то об этом говорила в своем обзоре. Артикул у нее 52,17, 12 мл объем. И это была новинка 9 каталога. Что нам обещает эта тушь? Тушь. Каплевидная щеточка позволяет четко разделить ресницы, прокрасить их от корней до кончиков, обеспечивая максимальный объем. Стойкость цвета до 24 часов. Данные подтверждены лабораторией такой-то Италия. Я не знаю, честно говоря, кому это свойство особо нужно. То есть здесь даже заявлена не стойкость туши, а стойкость цвета. Ну, наверное, те, кто работает сутки через там трое, наверное, им это очень важно. Но лучше бы заявляли стойкость туши, а не цвета. Потому что кому нужен цвет, если туша сыпалась? Я, честно говоря, не тестировала ее 24 часа. У меня такой необходимости нет. 8 часов она продержалась у меня нормально. Глянцевый черный цвет создается за счет кремообразной текстуры туши, которая обволакивает каждую ресничку. И эта тушь была по акции, можно было купить две за 229 рублей. То есть цена совершенно небюджетная. 450 у нее зачеркнутая и 299 стоит красная без акций. То есть планируют эту тушь продавать за 299 рублей. Так, и я еще, так, максимальный объем говорила, еще обеспечивает максимальный объем. Значит, я эту тушь тестировала сначала неделю подряд. Затем я сделала перерыв. Знаете почему? Потому что выбесила. Потому что я не смогла вообще ей накрасить так, как заявлено в каталоге. Объема я добиться не могла вообще. Вообще глянцевый черный цвет, я предполагаю, что глянцевый, это по крайней мере, ну понятно, что гладких каких-то сияющих ресниц, как глянцевая помада, мы добиться не можем. Но это хотя бы должны быть гладкие ресницы. У меня она ложилась комками. И это было со вторым слоем. Я вам сейчас постараюсь все это показать. И по ходу вам буду рассказывать. Давайте посмотрим тушь. Это такая вот толстенькая черная упаковка. И вот такая кисточка. Я назвала ее елка. Она мне напоминает елку. Особенность кисточки в том, что есть утолщенная часть, есть тонкая. И, к сожалению, на утолщенную часть туши практически не набирается. И когда ты наносишь ее на ресницы, то тушь уходит именно вот с этого кончика, на котором эта тушь и в основном есть. Вот вам сейчас, наверное, видно. А здесь щеточка выходит практически сухая. Ну и такая щеточка, она в целом, в принципе, нормальная. У меня к ней претензий нет. Но не сказать, что она какая-то супер-пупер эта щеточка. Но если вы красите один глаз вот так, а второй точно так же, это вот мой способ, да, то ей красить совершенно неудобно. То есть для меня удобнее, когда кисточка абсолютно одинаковая по размеру, либо она, ну, допустим, к серединке увеличивается, к концу опять уменьшается. Потому что я крашу вот так. Те, кто привык красить вот таким способом, вам, получается, будет нормально. А я вот так, сколько бы лет себя не переучивала, я так и не научилась именно таким способом красить. Ну что, приступим. Обмакнула один раз и начинаю наносить на ресницы. И первый слой, ну, вроде бы все нормально ложится, но с первого слоя невозможно получить объемные ресницы. Вот видите, у меня, не знаю, видно вам, нет, все, что я крашу вот этим бочоночком, во-первых, вот сразу появились комки. Ни о каком глянце, естественно, при наличии комков речи нет. На кончике туши скапливается больше, поэтому здесь возможны прям такие ляпы хорошие туши, поэтому я вот ее лучше уберу. Я тушь не обмакивала, сейчас я ее просто немножко сняла с кисточки. Вот, показываю реснички, прям счищаю с них комки. То есть вот этот слой, который я в первые секунды нанесла, он моментально засыхает, вот просто моментально. И когда я провожу, буквально там через 10-15 секунд второй раз, все, начинаются комки. И второй слой, когда я наношу, я, можно сказать, счищаю первый, он начинает комковаться, и получается полная фигня, никакого глянца нет. Разделение. Я пытаюсь сейчас просто сделать хоть какой-то объем, потому что он заявлен, и хотелось бы его получить. Но у меня начинают склеиваться ресницы. Я вот, видите, сколько времени трачу. Для того, чтобы их разделить. В общем, это не быстрый вариант нанесения. Тушь я пыталась, уже пыталась через неделю еще раз попробовать, еще раз к ней вернулась. Но распсиховалась, пошла смыла, потому что у меня нервов на второй глаз уже не хватало. Так, обмакнула второй раз. Сейчас быстренько нижние ресницы покрашу. Нижние, кстати, да, для нижних ресниц она очень-очень даже неплохая. Ну и второй глаз. Вот я таким способом наношу, поскольку не привыкла. Я не знаю, не могу уворачивать руку, хотя столько лет уже крашу. Кстати, она у меня не осыпается. Несмотря на то, что она пересыхает, не осыпается. И замечу, что сейчас мои ресницы в таком состоянии, когда их другой тушью накрасить не составляет труда. То есть я прохожу курс активатора роста ресниц, который вроде бы длины особой, может быть, и не придает, но помогает расти маленьким ресничкам. Каким-то образом их, эти реснички приводят в порядок. И пошли создавать объем на второй слой. Ресницы сухие, просто сухие, как сухофрукты, не знаю, как высохшие палки. Никакого подкручивающего эффекта. Если у вас ресницы длинные, но не очень густые, вот по типу моих, то мы в итоге сейчас, увидите, что получим, все, ресницы пошли слепляться. Я пытаюсь сделать объем, я наношу всего лишь, ну, получается полноценный второй слой. Первый слой, он просто был из движений, да, таких повторных. А сейчас полноценный второй слой. Придется брать, скорее всего, зубочистку для того, чтобы их разделить, поскольку вот здесь вот комки, их тоже нужно будет счистить. И получаются вот такие мохнатые палки на глазах. Я эту тушь, конечно же, больше покупать не буду. Я написала в обратную связь о том, что нельзя такую тушь продавать за такие деньги, и вообще лучше бы ее тестировать, прежде чем вы ее выпустили. Они сказали, мы все протестировали, главный козырь мне предъявили. Для нас тушь разрабатывают итальянцы. В общем, это было самым таким первым аргументом в лоб, который мне написали. Я, честно говоря, вообще не впечатлилась. Мне без разницы, кто произвел тушь, вообще без разницы. Мне главное, чтобы были заявлены свойства. Я их не получаю, я мучаюсь с ней. Я просто написала, пожалуйста, вот, ребят, разберитесь, как такое может быть. Нет, с ней все в порядке. Я возразила, говорю, ну, значит, у вас эталонные экземпляры были хорошими, а то, что вы нам продали, это совершенно не та тушь, поскольку заявленные свойства, вот, у нее, наверное, только на нижних ресницах проявляются. Вот и все. Левый глаз получился лучше, правый, посмотрите. Это при том, что я делала другой тушью макияж. Вы видели, что с ресницами все в порядке. На левом глазу еще более-менее. Ну, на правом я не знаю, что с этим делать. Сейчас пойду разделять, сейчас пойду все это приводить в божеский вид. Питаться третий раз, накрасить точно не стоит, потому что все, что на этих ресницах осталось, это все пойдет в комки. В общем, вот такой результат. Вы, конечно, смотрите сами. Возможно, вам достаточно одного слоя, тогда у вас претензий к этой туши не должно быть. Если у вас будет естественный цвет ресниц, то... Ой, естественный вид ресниц, если вам такой нужен, то у вас претензий к этой туши не будет. Возможно, это будет ваша тушь. По поводу кисточки, я уже сказала, к ней никаких вопросов нет. Она нормальная. Единственное, что на самую толстую часть этой елочки, конечно, туши набирается очень мало, а на кончик набирается очень много. То есть неравномерное распределение туши... Ну, для кого-то это не проблема, счистить с кончика, и тогда будет примерно все одинаково. Ну, и из плюсов этой туши, это, конечно же, объем. Тушь объемная, но цвет у нее не гиперчерный, он такой серо-черный, но не совсем серенький, как, например, вот оранжевая тушь, у нее более серый оттенок, у этой все-таки более черный оттенок. Ну, и кого не смущают комочки, кого не смущают мохнатые реснички, то это тоже ваш вариант. Я знаю, что многие, не многие, я знаю таких людей, которые красят ресницы, они у них изначально все такие пушистенькие получаются, девочкам нравится, а мне не нравится. Поэтому вот это просто не моя тушь. Ну, вот и все, в принципе, всем большое спасибо, что посмотрели. Если вам нравится, ставьте лайки. Не нравится, напишите, что не понравилось. Ну, а так, вот такие реснички у нас с вами получились. Большое спасибо всем за просмотр. С вами была Марина Соловьева. Всем пока.